Добрый день, уважаемые телезрители Живого Телевидения! Мы начинаем очередную трансляцию программы «Анекдоты». Сегодня у нас в гостях Линзон Виктор Маркович, и он является музыкантом и собирателем фольклора, профессиональным собирателем еврейского фольклора, и вы, по-моему, написали книгу еврейских анекдотов, сочинили или собрали. Если быть точным, я написал предисловие к этой книге, анекдоты я собрал, я их не писал никогда, а пользуюсь только оригинальными источниками, то есть народными. Да, но вот меня удивляет, что вы собрали книгу еврейских анекдотов на русском языке, потому что это уже нельзя отнести к еврейским анекдотам в полной мере. Вполне можно. Дело в том, что евреи, будучи в диаспоре, всегда принимали, перенимали все самое лучшее, самое худшее в том народе, в котором они находились, становясь этим народом и принимая язык этого народа, оставаясь дву, а то и трех язычными. И большинство еврейских анекдотов, может быть, это покажется странным, они, хотел сказать, написаны, они созданы, они озвучены на русском языке. Это точно так же, как на украинском, на белорусском, хотя есть анекдоты на одном из еврейских языков, идиш, это язык евреев в диаспоре. Сейчас почти утрачено. К сожалению, этот язык в Европе утрачен по ряду объективных и субъективных причин, хотя есть источники, конечно, его изучения. Но условия для бытования этого языка уже, к сожалению, уходят в небытие. — Знаете, Виктор Мавлович, я все-таки тоже, будучи причастным к филологической науке и интересуюсь фольклором, я всегда считал, что еврейские анекдоты — это лучшая часть русских анекдотов. Самая смешная, во всяком случае. — Дело в том, что русские люди, как все нормальные люди, то есть нормальная часть любого народа всегда берет на вооружение анекдоты соседних этносов, если можно так сказать, и они становятся русскими. — Вы хотите все-таки сказать, что на русском языке еврейские анекдоты — это этнический еврейский анекдот. — Именно это я и хотел сказать. Вы как филолог поправили меня. — Ну, я не рискну бы вас поправлять, поскольку я специально все-таки этим не занимался. Хотя прочел анекдоты несчастливого количества народов. Специально даже их собирал, потому что те филологи, а их было много в СССР, которые в Афганистане странствовали там или еще где-нибудь, они везде пытались создать грамматики языков. А когда записывали фольклор, то, естественно, что привлекает больше всего, непрофессионального языковеда, анекдоты. И в большом количестве они записали анекдоты самых разных народов мира. — Ну, говорят, что тот понимает суть этноса, если он понимает юмор этого этноса. Правда, афганцы редко живут среди русских, насколько мне известно. А русский какой-то писатель, по-моему, Солженицын, написал 200 лет вместе. Там, глядишь, и не 200, а 300 и 400. Поэтому вот евреи и русские живут вместе, поэтому они знакомы с юмором друг друга. Я бы вообще не отделял от них, от других. — Да я тоже к этому складываюсь. — Когда приедешь в Америку, там и армяне, и евреи, и татары, все ведь русские. — Это здесь у нас пристрастное внимание такое очень. — И не только евреи. Вот в Германию приедешь, и там тоже по-волжски немцы русские. — Тоже все русские, да. — Поэтому мы понимаем, что это деление в значительной мере условное. Тем не менее еврейский юмор существует, и есть объективные условия его существования до сих пор. — Вы можете привести пример какой-нибудь? — Пример? — Еврейского юмора, который до сих пор существует. — Еврейский юмор, который до сих пор существует. — Ну, в виде анекдоты. — Примером этого юмора является книжка, недавно мной выпущенная, уже пережившая третье издание. Вот там около 500 анекдотов, они все являются живым примером. Например, вот шел еврей по улице, нашел кошелек, в нем не хватало 2 рубля. Можно смеяться, кому смешно. — Вообще, у меня ансамбль, московский ансамбль еврейской музыки Митца, я, когда принимаю людей в этот ансамбль, я всегда рассказываю этот анекдот. Если человек начинает спрашивать, а зачем он поднимал кошелек, а сколько он хотел там найти, а сколько ему было нужно, а зачем он поднял, а бандиты могли дать по голове. Я с этим человеком не работаю. — Ну, правда, да. — Так что еврейский анекдот — это атрибут всех людей с юмором. Что такое человек с юмором? Человек, который можно воспринимать не только анекдот, он может слушать джаз. А если он не понимает, почему кошельке не хватало 2 рубля, он джазовую музыку тоже слушать не может. — Не знаю, не может быть, да. — А может быть и нет. Ну, мне так кажется, к слову. — Да, но это очень трудно совместить. Ведь существуют не только еврейские анекдоты, но существуют еврейские анекдоты, которые сочиняются и другими этническими группами. — Конечно, конечно. Я должен сказать, что вообще еврейские анекдоты, по моим наблюдениям, делятся на три группы. Первая — это еврейские анекдоты, вторая группа — это анекдоты о евреях, и третья группа — это антисемитский анекдот. И таковы и есть. Я это четко разделяю. Так же, как есть театр, например, еврейский, театр о евреях, да? Есть раз, ты уже тоже можешь сказать и о немцах, и о татарах, о ком хотите, об армянах. — Не, ну все-таки, когда Шелом Алейхим писал свои сочинения, он их писал на идиш. — Он на идиш писал, да. — И они нам известны в переводах. Это, конечно, еврейская литература. — А если мы привлечем для интереса, скажем, Андрея Соболя, который писал на русском языке, но исключительно на евреях, то это можно считать литературу о евреях. — О евреях, совершенно верно. — И тут есть все-таки существенная разница, поскольку Соболь писал на русском языке, он был русский писатель. Хотя он этнический еврей. — Конечно. Но фольклор гнездился, если так можно сказать, или гнездился в места компактного проживания евреев. Эти компактные места проживания существовали в Белоруссии, в Украине, в Молдавии, где мы в 80-е годы часто бывали на гастролях, и там могли в полном объеме насладиться еврейским фольклором. Я вообще никогда раньше не думал записывать и вообще издавать еврейские анекдоты. А вообще, что такое записывать фольклор? Это нонсенс, потому что фольклор — это устное народное творчество. Если его начинаешь записывать, то это уже не устное народное творчество. — Ну, он автоматически, да. — Да, и значит, тогда возникает вопрос, зачем этим заниматься, поскольку ведь фольклор имеет свое достоинство, свой статус. Это ведь не эссеи, не романы, не рассказ. Но дело в том, что это исчезающая натура, как говорят художники и писатели, исчезающая натура. — Знаете, я тоже так же думаю, вот есть такая проблема сейчас, как бы мировая даже проблема. Дело в том, что сейчас многие ученые люди, и в том числе очень много всяких католических миссий, они создают всякие грамматики языков и начинают обучать этносы тем языкам, на которых они не писали в письменном виде, чтобы они начали на них писать. Это моментально приводит к умиранию этих языков. — Это называется революцией сверху. — Да. — Как нас учили по научному коммунизму, это революция сверху. Революция к сверху ни к чему хорошему привести, конечно, не может. А с чего началась эта история? Так получилось, что в 80-е годы, в начале 90-х, мы очень много ездили на гастроли. Поскольку тогда в России было, никто не знает точно, сколько было евреев, говорят, сейчас их стало больше. — Что вы говорите? — Да, сейчас стало больше в том смысле, что... — Я кроме вас ни одного не встречался. — Да, моя супруга работает в неком предприятии, на неком предприятии, да, и к ним обратился, она рассказывала, человек, который хотел уехать в Германию или в какую-то другую страну, он пришел к ним в отдел кадров и просил с пены у рта, что называется, чтобы ему дали справку, что он в 70-е годы работал на этом предприятии евреем. — Это смешно, да? — Все хотят стать евреями сейчас, временно, временно, поэтому, так сказать, число евреев, оно колеблется и не подается точному учету, понимаете, да. А тогда реально существовало, реально это термины студенческие, новые или, может быть, реальные термины, вот реально существовало большое количество евреев, особенно в провинции. Особенно в провинции. И эти люди потом, минуя Москву, минуя Петербург, тогда Ленинград, они сразу из Каменец-Подольского, из Мгилев-Подольского, из молдавского местечка Атаки, они непосредственно попадали в Сан-Франциско, в Иерусалим, значит, другие города, куда приносили вот тот незабываемый колорит, который является источником еврейских анекдотов. Знаете, вот мы были на гастроли в городе Сан-Франциско, например, мы опоздали действительно на 10 минут, машина попала в пробку. Подходит ко мне бабушка с внуком, вот представьте себе Сан-Франциско, ну все, наверное, кто не был в Сан-Франциско, все видели его в кинофильмах, это в полицейской, там, я не знаю, каких-то, и так далее. И один из самых красивых городов в мире, я считаю. И вот в этом городе подходит бабушка с внуком и говорит, Вепа, сдали на 20 минут, верните нам наши 15 долларов. Понимаете, вот этот колорит, он уже, конечно, ушел. И здесь, в Москве вы его не встретите, не встретите нигде. Или, например, вот представьте себе, остров Санторин, там вулкан, который разрушил критомикенскую цивилизацию, синее море, синие-белые краски греческие, знаменитые, значит, кальдера, провалившийся вулкан, город с названием поэтическим Фера, туристы. На каменной брусчатке лежит евро, один. Мужчина лет 75 и в коротких бриджах наклоняется, чтобы это евро оттуда вынуть. Оно не вынимается, оно или он, я не знаю, как, евро, оно, ну, евро не вынимается, ойра не вынимается никак. На него смотрит дама того же возраста, одетая в тот же костюм, что и он, и я уже начинаю понимать, а я не зря сказал про Санторину что-то. Миш, ты не видишь, что они таки привернули это к земле? Анекдотические ситуации свидетельствующие о том, куда девалась вот эта полтавско-украинская, так сказать, еврейская, вот эта мягкая с улыбкой культура. Но многие ее принимают, те, кто не знают подробности и тонкости, они считают, что это просто одесская такая готырка и что это своеобразный говор, хотя вероятнее всего это не так. Это не так, понимаете, это как может показаться, что это побочный элемент культуры, но на самом деле это часть культуры, это часть, если угодно, провинциальной культуры, но все равно культуры, это часть цивилизации. Это можно говорить о смешных вещах, можно говорить о вещах и не очень смешных. Скажем, Могилев-Подольский, такой город, мы приехали туда в мае 1988 года, цвела белая акация, благоухало солнце, только что прошел дождь. Милиционер около единственного перехода в городе, милиционер, такой же автоблокитник, метра два росту, ему очень скучно стоять, и он охраняет вот этот самый переход зебру. Переходит старушка, вдруг бежит старушка мимо перехода, в двух метрах от этого самого перехода, старушка метр тридцать пять росту, максимум с каблуками, и надо себе представить эту сцену, и он ей говорит, ком цумир майна мейдолы. Вот это значит, потому что это было еврейское местечко в переводе на русский язык, говорит, иди сюда, говорит, девочка, я тебе там, за то, что ты нарушила правила. Вот этот колорит, он как бы и порождал еврейские анекдоты. В свое время, да. Или, например, вот, как сказать, эта ментальность, она была и не только на Украине, она отчасти была в Москве. Вот у нас был такой замечательный скрипач Евгений Йоффе. Он первый раз с нами поехал на гастроли в Среднюю Азию. На две недели. И первое, что он видел в славном городе Ташкенте, это вот эту Мирзачульскую дыню, которая в простонародье у нас именуется торпеда. Надо сказать, что Евгений Михайлович был росточкой небольшого, что не умаляет, конечно, его достоинств. А дыня была ровно в полтора раза больше его. Мы ему говорили, Женя, зачем ты купил в первый день эту дыню, ты могла ее купить в последний день. Нет, он с ней ходил, она на него падала, она упала на его скрипку и сломала смычок. Самое комичное было, что когда мы выходили из аэропорта, и он спускался с трапа, он упал, дыня летела на него, над ним, по нему и за ним. На следующий день я ему позвонил, а он жил в Малаховке с женой и тещей. Я говорю, Женя, ну как дыня? Он мне гробовым голосом сказал, Линзон, ты знаешь, они ее взяли и сожрали. Ну вот, понимаете, это источник еврейского юмора. Знаете, вот когда время от времени так получалось, что я беседовал о еврейских анекдотах, мне постоянно твердили одно и то же, что это просто так смешно звучит, потому что в вульгарной передано «сидиш». Сидиш. Но я знаю много анекдотов, которые звучат так не потому, что они переведены. Ну вот, например, значит, в трамваях везде, когда ходили трамваи, везде было написано «граждане не высовывайся». Это опасно, да. А в Одессе написано «высовывайся, высовывайся, будешь иметь тот вид». Там еще написано «чтоб ты так доехал, как заплатить». Да. Но дело в том, что это распространенная и такая, я бы сказал, вульгарная тенденция отождествлять, скажем, такой полупошловатый юмор с евреями, с Одессой. И так удобнее, видимо. Да. На самом деле, это, так сказать, вещи достаточно глубокие. Но это не связано с переводом, как я понимаю. Нет, это не связано с переводом. В каких-то случаях это может быть. Потом есть заблуждение, что еврейские анекдоты, опять же, созданы на «идиш». Нет, они созданы на русском языке. Да, я всегда так понимаю. На русском языке. Они не переведенные, они так звучат. Они так звучат. Потом, дело в том, что еврейский анекдот требует определенной формы его рассказа. Рассказ, например, нет смысла рассказывать еврейские анекдоты без акцента, с тем, с которыми они были рассказываны. Но ведь не все обладают этим акцентом, его невозможно имитировать, если не умеют. Это верно, да. Поэтому в этом случае лучше слушать, чем их рассказывать. Второе. Значит, есть такой еврейский анекдот, говорит, Хаим, что ты сегодня молчишь? Говорит, холодно, не могу вытащить руки из кармана. То есть их надо рассказывать руками. Все это жестикулирует. Там встречается не совсем, может быть, цензурный анекдот. Я его адаптирую для уважаемых зрителей. Хаим, ты знаешь, твоя жена... Твоя тоже. Да, но все-таки. Вот если вот так вот не сделать, будет смешно. Но так еще смешнее. Так что их надо рассказать. Потом надо сказать, что... Есть такая, я не знаю, еврейская народная пословица, русская народная пословица, что повезет, будешь счастливым, не повезет, станешь философом. Да. Это немножко по-другому. Это женишься, да? Может быть. Одни, когда женятся, становятся счастливы, а другие становятся философами. Есть и много вариантов. Вы их, очевидно, знаете лучше. Значит, да. А у евреев была масса поводов для философии. Потому что часто не везло. Мы знаем всю эту историю, которую не будем, естественно, сейчас пересказывать, я это уже знаю. Вот Ницше писал свою философию стихами, а евреи писали свою философию анекдотами. Все-таки Барок Спиноза, он был как бы анти-юдаист. Он еврей, он философ. В каком-то смысле, да. А, да, дело в том, что каждый еврей, который рассказывает анекдот, он философ, потому что он рассказывает о том, о чем думает народ, о чем думают все. Где, скажем, есть мой любимый анекдот такой философский, как один человек пришел к Рэбе, говорит, Рэбе, что такое жизнь? Рэбе, это раввин. Рэбе, что такое жизнь? Он ему отвечает, зачем ты хочешь испортить ответом такой прекрасный вопрос? Но это же ведь тоже... Бубер его смущил в свои заречениях хасидских мудрецов, или он этого не знал? Вот видите, я уже тоже вот так вот делаю, вхожу в роль, прежде чем рассказать пару анекдотов. Вот что любопытно, я когда собирал еврейские анекдоты, я понял несколько вещей. Первое, что собрать все еврейские анекдоты в принципе нельзя. Ну, наверное, их вообще нельзя собрать. Нельзя собрать вообще все. И вот когда у меня бывают встречи со мной там по разным поводам, то я начинаю рассказывать те анекдоты, которые не вошли в мою книгу, причем те из них, которые записал за последние 10 дней. И уже набралось этих книг, наверное, 5, а еврейские анекдоты все прибавляется. Это бездонные, так сказать, источники. Ну, значит, как молодой ученый, в кавычках, значит, я провел исследование, на какие же темы существуют еврейские анекдоты. И пришел к достаточно любопытному выводу. В равной степени, значит, огромное количество анекдотов существует на две темы. Первая, это на тему, я прошу прощения у милых дам, на тему секса и любви. И вторая тема, это на тему смерти. Не знаю, существуют ли вообще анекдоты на тему смерти, но у евреев каждый третий, если не каждый второй анекдот, на тему, связанную вообще, так сказать, вот, например, ну, известный анекдот о том, как несут Рабиновича в гробу, подходит к нему товарищ, видит этот Рабинович, вздыхает, переворачивается с боку на бок. Рабинович, почему тебя хоронят? Ты же и живой еще. Кого это здесь интересует? Да, это, знаешь, это меня напомнило. Видимо, эта тема, она вообще международная, про кончину. Еще у теофрастов характера, где он описал все базовые характеры людей, до сих пор сохранившиеся, у него есть такой характер несносный, это, в частности, там много у него черт, но, в частности, это человек, который выходит на улицу, видит похоронную процессию и с сожалением и сочувствуя родственникам и друзьям усопшего, говорит, носить вам не переносить. Скажите, этот тебе фраз «не был еврей»? Ну, вот, вроде бы был еврей. Скажем, вот такой смешной анекдот, значит, неизвестно, что все этносы и представители всех этносов подвержены порокам, в частности, игре. Ну, мы знаем, Федор Михайлович писал об этом. Да, значит, ну, не только Федор Михайлович, но еврейские анекдоты тоже писали. Вы имеете в виду Достоевского? Я имею в виду Достоевского, да, Федор Михайлович, которого мы с вами упоминали перед нашей беседой, перед камерой. Вот, ну, скажем, такой анекдот. Случилось так, что один еврей очень любил играть в казино и так заигрался, выиграл крупную сумму, от счастья умер. Ну, а все в местечке друг друга знают и хозяин казино послал своего товарища сказать его жене. Ну, как сказать? Ну, тот с тяжелым сердцем пошел к жене сообщить, что вот окончание ее супруга. И жена его встретила словами. Скажите, мой муж играет? Играет. Проигрывает? Проигрывает, выигрывает. Чтоб он сдох. Уже. Да. Понимаете? Вот. Это на русском языке. На русском языке, вот, значит, было так вот анекдот. Значит, вот он секси, эротические анекдоты. По известным причинам я не все здесь могу рассказать. Вот. Это анекдоты о смерти и евреев в дороге. Почему? Вот я подумал. Третья группа большая, это евреи в дороге. Ну, потому что перемещаются люди. Перемещаются. Так получилось, что они много перемещались, и дорога является составной частью их жизни. Надо провести исследование. Наверное, больше всего льготных билетов аэрофлота, иляли, и так дальше у тех, кто... Вы так думаете? Думаю, может быть, да. Надо посмотреть. Ну, это Адлебетон, что называется. Да, вот есть пару таких любопытных анекдотов, как едут в поезде два угрюмых человека. Ну, что-то надо друг другу сказать. Один читает газету, другой. Один покушал колбасу, другой. Ну, что-то надо сказать. Наконец, через пять часов один другому говорит. Скажите, вы тоже едете в этом поезде? Или более современный вариант, относящийся уже к 70-м, очевидно, годам. Это когда послали в космос двух евреев, ну, они полетели. Один док... Кстати, в космосе было много евреев, как вы знаете. Теперь мы меняли фамилию, национальности, среди них было много евреев. А зачем меняли? Ну, нельзя было еврею в космос? Я не берусь. То есть, еврею можно было в космос, но нельзя было, чтобы он так назывался? Нельзя было, чтобы он был еврей. Значит, ну, это известный факт. Значит, послали в космос двух евреев, один из них вышел открытый в космос, там антенну поправил, там, солнечные батареи, всю обшивку, все он сделал, завертел и стучит назад, чтобы тот ему открыл. Вот он спрашивает, Шура, это вы? Вы знаете, у меня тоже сексуальный анекдот напомнил, но, правда, не еврейский, если можно, я тоже вам расскажу. С удовольствием. Ну, как начинающий мастер, вот так. Вы мне льстите. Да нет. Ну, вот, так вот, значит, тоже в поезде едут двое, и очень скучно. Один читает все время газету, а другой, так осторожно по газете, его постукивает и говорит, можно к вам обратиться? Тот говорит, да, очень скучно, скажите, может быть, мы с вами в карты сыграем? И этот ему отвечает, знаете, в карты я уже один раз сыграл, и мне не понравилось. И продолжает читать газету. Он снова к нему стучит, через некоторое время предлагает сыграть в шашки, он ему отвечает, уже играл, мне не понравилось, он ему предлагает сыграть в шахматы через некоторое время, это последняя моя просьба. Этот говорит, да, вы знаете, я в шахматы один раз сыграл, мне не понравилось, но вот в соседнем купе едет мой сын, может быть он с вами сыграет тогда этот задумался и говорит а сын у вас тоже один а если вернуться к еврейскому купе это у нас на верхней полке лежит купе на четырехместные сенами ездили кто в россии на западе не трехместные у нас 4 на верхней полке лежит еврейка старая тучная игры как я хочу пить как я хочу пить как я хочу пить молодой человек который сидел внизу не выдержал он был хорошее воспитание пошел к этому как называется т.н. этот бачок да да надо куда наливается вода он не налил воды поднес и воды она с удовольствием выпила полежала игре как я хотела да я очень вам благодарен что несмотря на то что вы мне назначили встречу вы меня не спросили чужья все-таки пришел большую пищу один свой стран неплохой анекдот она относится к местечко местечко временам это как местечко значит приезжает там инспекции прижим до инспекции приезжает инспектор и строго спрашивает евреев скажите вы свечи жжете жжем а куда деваете агарки мы их посылаем в город и что нам присылает новые свечи мацу едите едим куда деваете крошки отсылаем в город и нам присылает не смешите меня новую мацу скажите обрезание вы делаете делаем и что сегодня прислали вас нет но мы много чего не может быть почему евреев такой длинный нос этот воздух бесплатно ну вот значит дорога значит на четвертом месте это семья семья вообще на евреи это вещь святой то есть у него может быть много семей но я шучу конечно но основная семья для него конечно это самое главное и семейные анекдоты замечательные их очень много они все очень смешные конечно это в основном про то как евреи маму любят ну да ну есть такое такая история что кто кого любит француз любовниц англичанин жену еврей маму не только скажи хаим ты удачно женился горит не то что окна во двор или там например ты знаешь говорит моя жена горит так классно готовит она вышивает на пальцах и рисует картины а моя тоже не очень большая красавица да есть есть такие конечно разные или например скажи где ты был вчера я вчера был у яши что ты там делал я играл там на рояле мне тоже не очень нравится эта семья возникает специфическая тема вообще музыки музыки у евреев очень такая у традиционных евреев и местечковых отношения двоякая всегда очень уважался кантор который пел в синагоге контр-дюберанта певец вец вец духовных песнопений в синагоге да но музыканты которые играли на скрипках на флейтах это вообще каста неприкасаемых почти это было невозможно потому что социальной точки зрения это было почти вредно потому что музыканты ничем не занимались они что-то там пелик или что-то играли это заставило кстати всю семью рубинштейнов креститься и пару из них пару братьев один создал ли в петербурге консерваторию а другой в москве николай рубинштейн 1800 1862 году ну вот а потому что как бы не воспринимала тогда социальная среда но но если почитать шоу малейхом и там вообще музыканты это самый бедный тем не менее музыкантах масса анекдотов потому что евреи играли несмотря ни на что один из них я не знаю как это по-украински рассказать что сидят на крещатике два еврея или крещатик я буду по-русски сидят на крещатике два еврея видит напротив идет него с унитазом хайм смотри как еврей так со скрипкой играешь на скрипке нет а на рояле да что да тоже нет такие штуки ну конечно есть врачи о врачах о медицине до масса себя как доктор горит евреи что-то вы плохо всего не выглядите гид х доктор думаете в и большой красавец сара сколько вы весите это в медицинском кабинете в очках 120 килограмм почему в очках без очков я не вижу ну в общем смешные истории в которых есть очень часто печальный печальный контекст да кстати вот тема неплохая деньги ведь многие притворяются что они деньги не любят евреи не предваряется хайм за тобой 3 рубля где ну вот вот во всех этих историях потому что это действительно фольклор вот в таком в его как бы первозданном состоянии и потому что много еврейских и нееврейских анекдотов носят вот как я рассказал про этого гражданина с газетой это уже такое я считаю культуре на анекдот он не передает непосредственного перемещения как бы но это какие-то метафоры которые носят совершенно особый характер вот когда это почти что то же самое что пишет поэт когда он пишет о чем-то возвышенном но только направленные на какой-то очень бытовой всем знакомый предмет и везде видно одно и то же построение мысли вот когда вы подряд рассказываете эти анекдоты у меня возникает впечатление что они построены все совершенно одинаковым образом может быть например очень хорошо построен анекдот аймбет приходи ко мне на чай почему бы нет ну нет так нет здесь есть игра слова да или там гостевые там есть всякие штуки ну тут не просто игра слов игра смыслов да здесь полностью противоположный смысл обнаруживается а можно не полностью противоположное скажите у вас чай нет в гостях а кофе есть чай определенный аспект ментальности это нельзя объяснить это должен привести пример в качестве вот этой литературно можно сказать поэтической миниатюру под названием еврейский анекдот здесь это вот этот последний анекдот это была жадность и таких просто невероятное количество украинских анекдот но там про сало больше не изъем так называю шоу там нет не обязательно просто у них очень много про жадность анекдот но их могут рассказывать исключительно украинцы потому что если это рассказывать по-русски это уже не смешно кстати я не очень люблю когда мне рассказывать еврейские анекдоты без соответствующие юмора и колорита потому что тогда появляется некая интонация почти антисемитская который в общем-то сказать неуместно при их рассказе я думаю что еврейские анекдоты надо рассказывать очень мягко и в определенном совершенно ключи еврейские анекдоты нет тем которых бы они не затрагивают например вот мы сегодня не затрагиваем тему секса еврейском анекдоте мы не затрагиваем интернациональную тему еврейском анекдоте почему хотя можно затруднить вот подружился поп сравнено они подумали ну в общем-то бог один бог один ну что мы будем делиться здесь такой подход здесь такой давай вместе построим дома построили вместе дома там в поселочке давай снесем забор снесли давай вместе купим тогда был горбатый запорожец когда была эта история вместе на двоих купили горбатый запорожец оба не спят вот поп думает надо все-таки пойти машину окропить святой водой на десятки вышел смотрит а у нее выхлопная труба обрезанную межконфессиональны межконфессионально ну или там скажем встречается значит врач и страховщик вот врач говорит страховщику ты знаешь я горит был вчера у папа ты знаешь он так говорил со мной прекрасно и он меня убедил я решил принять православие страховщик даме его адрес дал ник через некоторое время врач спрашивать его ну ты был говорит у папа говорит был ну и что я его застраховал да ну есть разные конечно таскать это я вспомнил все из этих анекдотов где пришло до память есть какая-то шутка я не помню когда или не шутка даже может быть в каком-то из штатов американских а у них разные законодательства разных штатах было при был принят закон о том что если страховой агент подходит ближе чем на 200 метров к частному владению то владельцу разрешено у него стрелять на этот счет есть украинские анекдоты которые я не спицы по которыми они специалисты рассказывать не буду но тем не менее за кадром огонь а вообще не думаю что в местечках существовало такой же законодательство как у некоторых штатах соединенных штатах америки и там страховой агент подходил очень очень много я так думаю да ну есть конечно у людей которые жили можно сказать за чертой бедности почти как мы в 90-е годы в начале всегда была мечта богатство вот и на эту тему тоже есть масса истории масса например одна из них который мне очень нравится у нее ее можно по двое двояка трактовать нас однажды очень бедный еврей пришел к рэбе то есть крови на и вообще не есть ничего если ты мне сейчас не дашь 2 рубля я в общем-то умру с голода во сколько раввину всего было два рубля он был немного богаче чем этот бедняк он сказал все что я могу да это устрой меня горит писарем к себе хоть я не умею писать ну раз ты не умеешь писать как я тебе могу устроить писали ничего тебе не выйдет тебе надо сначала выучиться что ты можешь для меня рыба сделать я могу тебе дать один рубль и он ему дал один рубль тот на этот рубль купил пачку папирос продал купил я продал купил 4 потом ларек потом домик потом заводик потом алмазные приписи прииски в намибии вот он очень богатый человек идет по 47 веню это на манхэттен нью-йорке значит и видит богатей шувелирный магазин и за 35 миллионов долларов для своей дамы он решает купить колье бриллианты ему продавец говорит пожалуйста очень рад покупать тот достает к мешок и начинает по 100 долларов вот так считать сейчас считает два трига 4 5 но так и говорит вы же известный человек мы могли бы вы писать чек но я не умею писать как вы не умеете писатель быть если бы я умел писать я был в описании на гуд да да я рассказал этому одному одному средства реально сказал мы был в описании в синагоге был бы человек может быть однако ftovka тоже может быть да да это знать вот у бубера у него есть вот эти изречения хасейских мудрецов, а я поскольку занимаюсь психологическими тренингами и частным консультированием, то я часто использую анекдоты и притчи для некоего вот облегчения, скажем так. И вот одна из притч, она очень облегчает большое количество людей, и видимо люди в каких-то в каких-то свойствах во многом похожи. К Равину приходит учитель и спрашивает его, и рассказывает ему о том, какая у него плохая жизнь, у него больная жена, его дети не уважают, он беден, и рассказывает о всех своих горестях. И в конце концов спрашивает совета, Равина ему отвечает, что откуда ты знаешь, что угодно, Господу, да, и он ему при этом говорит, что он все время молится Господу, и вот ему за это Господь посылает один несчастье. И Равин ему отвечает резонно, откуда ты знаешь, что нужно, что угодно Господу, твои молитвы или вот твои несчастья. И это, конечно, не смешно совсем, но это, когда человек много жалуется о чем-то, и рассказана ему такая история, она в каком-то смысле ему помогает. Я думаю, что все анекдоты имеют такой смысл, особенно если они смешные. Да, я думаю, что я далек от мыслей, естественно, давать вам советы, но людям, нуждающимся в психологической помощи, я бы рассказывал анекдоты, которые бы являлись, так сказать, доказательством от противного. Например? Например, есть масса анекдотов про завещание в Евре. Да, есть, конечно, уметь их рассказывать. Надо смеяться над тем, над чем, ну, собственно говоря, любая религия, в общем, отчасти художественное творчество, есть попытка борьбы с инстинктом смерти, может быть, с осознанием конечности человеческого бытия, это вот психотерапия. С преодолением трагического размышления на эту тему. Как это преодолеть? Можно об этом говорить шутя, это еврейский метод. Например, значит, умирает старый еврей, как я уже сказал, много анекдотов на эту тему, если их можно назвать анекдотами, и перед смертью он просит, чтобы к нему зашел нотариус для оформления завещания. Ну, нотариус к нему приходит, час не выходит, два, три, четыре, пять часов нет нотариуса. Наконец он выходит красный, взмыленный. Говорит, что случилось? Что вы там делали? Да вот мы спорили, я адаптирую для дам. Нифига, вместе пишется или раздельно? Да, да, да. Знаете, я на это внимание обратил еще, это и в музыке существует. Вот, например, чекона, это все-таки музыка, связанная с погребальным обрядом, исходно. Но вот когда слушаешь ее очень много в испанской музыке разнообразной, но когда слушаешь эту музыку, то создается странное впечатление, что оно одновременно и трагическое, и невероятно веселое. И это одновременно сосуществует. Вот так же, как в еврейских анекдотах. А почему веселое? Потому что чекона – это родная сестра такого танца, пасакалью он называется. Да. А есть ли даже это погребальные, там, павана на смерть, инфанты есть воровые, да? Есть танец на смерть, да? Но с одной стороны смерть, а с другой стороны это ведь танец. Но ведь вот есть народы, которые при погребальном обряде рвут на себе волосы, плачут и всячески выражают свой скорбь. А есть такие, кто танцуют, смеются и… Есть такие, да. Уже смешно. Среди них, может быть, много ненормальных. Веселье такое, да, наблюдается. Да, вот с этим завещанием еще есть… Я ничего не буду делать руками, это подразумевается. Но поскольку уважаемая аудитория, она же тоже хочет посмеяться немножко. Как умирает старый еврей… Опять, наверное, про это. Да. Умирает старый еврей, все очень скорбят, очень. Значит, но никто не решается спросить. Тогда попросили старшего сына подойти, значит, к отцу и спросить, куда же он дел золото? Да. Он подходит, говорит, папа, куда же ты дел золото? А он был, значит, сделал вот руками вот так вот, пальцы скрестил и потерял сознание. Они видят, ну, перекрестие какое-то. Перерыли весь дом, где брусья перекрещиваются, дорожки в саду перерыли. Все, нельзя узнать то место, где они жили. Но Барахашем, это я перевожу с еврейта, слава богу, папа выздоровел. И, значит, дети стесняются спросить. Тогда послали старшего сына, чтобы он узнал у папы все-таки. Пришел старший сын, покраснел, говорит, папа, мы так все рады, что ты выздоровел. Это действительно счастье для нас. Вот скажи, пожалуйста, мы тебя спросили, куда ты дел золото, а ты вот показал вот так. Он сказал, мои дети, я был так болен и так слаб, что мне не было сил показать вам вот так. Вот это такая психотерапия разговоров. Это очень смешное анекдот. Там много смешных анекдотов. Но при этом, как правило, кто-то выживает все-таки. Кто-то выживает, кто продолжает рассказывать идею. Или он вообще не мертвый, хотя его и хоронят. Да, сегодня прислали вас. Ну и, конечно, анекдоты, так скажем, о любви, там, мягко говоря. Хаим, куда ты так бежишь? Я бегу исполнить свой супружеский долг. Но ты же живешь в другую сторону, туда я уже не донесу. Да, не на этот ли предмет завязал я узелочек. Да, да. Да, ну и масса таких. Я не знаю, но один я попробую очень аккуратно рассказать, что как некие евреи приезжают из Одессы в Кишинев и сразу в Дом терпимости. Он спрашивает, у вас Роза работает? Работает. Он встречается с Розой, платит ей 200 долларов и уходит. На следующий день он опять приходит, скажите, Роза сегодня работает? Роза сегодня работает. Он встречается с Розой, платит ей 200 баксов. Она очень довольна, он уходит. На третий день он приходит и спрашивает, Роза, скажите, работает? работает она 5 платит ей 200 баксов она его говорит скажите может быть таки в имени вы в мини влюбили нет просто тетя хай за десы при попросила передать вам 600 бакс есть предприимчивость этой серии как некий человек нанявшийся красить пароход в одессе там где стоит дюк он покрасил половину и пришел значит фирму получать деньги и посмотрели удивились ты же покрасил только половину пароходом смотрите внимательно договор там написано фирма с одной стороны бени с другой стороны мы уже можем это когда едем по туристические путевки в бирму мы можем как-то используя это инструкция для многих людей которые еще не догадались знаете от шоу-малейхом великий еврейский писатель шоу-марби ночью настоящее имя фамилия вина и шоу-малейхом это шел привет приветствия да у него где-то сказал что нет такой вещи который бы не сгодилось на фамилию евреи понимать но вы все-таки привязать значит и то же самое еврейский анекдот потому что нет такой темы который бы не сгодилось бы на еврейский анекдот вот есть русские народные пословицы что для красного словца не пожалеете отца я могу вам возразить в свое время я в одном книжном магазине увидел книгу муж женский язык я взял эту книгу купил и стал читать и он английском состав на советским но там описывается язык двух деревень в афганистане которые находятся на высоте там две или три тысячи метров одна еще верхняя еще до ротоцизма нижняя с ротоцизма но ротоцизм если вот кто не знает из наших зрителей это когда концевое с превращается в это свойство всех языков мира в определенный период почему-то концевой с превращается в а вот в одной деревне уже превратилась в а в другой нет и вот значит там в этих этих мунжан что меня поразило что там у них были такие слова которые известны в русском языке и украинском например хата баба там отчего слова ружье происходит было понятно руша это отверстие в дымокуре на избе и вот этот вот английст как и многие советские филологи которые попадали в такие места он записал огромное количество мунжанских анекдот ну просто невероятно среди них был даже рецепт изготовления опиумного мака хорошо что книга вышла малым тиражу так вот значит и вы не дадите ли взглянуть после передачи сейчас при себе нет а вообще она у меня сохранилась так вот значит и вот там герои этих анекдотов главный герой на вот как хаджан на середине например там есть на востоке или же буадам у турков он все время делает одну неприличную вещь она спускает газы во все на свете в мешки с горохом там все это очень смешно по мнению мужа но вот я в еврейских анекдотов что-то никогда не слышал ничего подобного может быть вы измените мою точку зрения по этому поводу я действительно ничего не находил а по поводу сходства по поводу вот видите вы попали в точку такого нет значит по поводу сходства даже фольклорных источников разных народов я думаю что здесь дело не столько во взаимствованиях сколько в архетипе мышления вообще все люди на самом деле одинаковые силы разных судеб географических обстоятельств и биополе той или иной земля не разделились а вообще архетип мышления у всех одинаковые поэтому когда мы удивляемся что у инков такая же флейта какая была у царя давида это тоже был еврей да ты не знаешь что царь давид ездил кинком в племя кечева справлялась на какой шлифлейте играл царь давид понимать это это архетип мышления мне докажет вы знаете это очень интересно вот вопрос такой интересный затронули я однажды слышал во время конференции это была первая международная конференция открытая по культуре еще в ленинграде и там выступал один музыковед ленинградский тогда еще петербурга не его и и он просто у него было странное выступление он стал включать магнитофон и в это время там было много фольклористов в зале из разных концов мира и он просил угадать что это за мелодия вот включает магнитофон кто-то из зала сразу же это русские бабы поют на севере только слова не разобрать тогда он включал более большой отрезок этой записи оказывалось что это часть какого-то африканского обряда когда и он так много продемонстрировал и все узнавали но потом оказывал что это совершенно не то что они узнавали есть ним в кула в кулуарах побеседовал если она вот вы можете сказать откровенно что вы сами думаете об этом это было с разных концов земли собраны кусочки фольклора он говорит я думаю что есть какие-то типа голографических картинок которые заставляют те или иные фрагменты вот мелоса повторяться но совершенно идентично в разных местах земли но вы наверное как занимаясь фольклором наверное тоже это замечали я боюсь идти в сторону от еврейских анекдотов но я студентам первый год преподаю этническую музыку да если они у меня путают туинское горловое пение с азербайджанским угамом я ставлю 2 я готов согласиться с этим музыковедом очевидно его фамилия гакель было не знаю кто этим занимался и может быть нет я ошибаюсь как но и за значит это действительно так потому что архетип мышления он существует во всех видах человеческой деятельности в том числе и музыки конечно и вот это знаменитая в свое время нашумевшие что вот там михаил тривердиев там посаимствовал тему некоторую там ничего подобного ничего подобного потому что мышление она близко и у всех людей тем более у европейских а все дело вот если возвратиться к еврейскому анекдоту все дело в интонации как его рассказать значит вот у меня была очень интересная бабушка она родилась в один год с владимиром ленина 1870 году но у нее было 10 детей поэтому я вот сегодня с вами вообще должен был быть где-то в 1905 участвовать в первой русской революции как все представители этноса которым я имею отношения ну я на рассказывал анекдот про троцкого это банальный в этом анекдота на 120 или сколько там когда он был 80 лет там или больше как троцкий написал письмо в цик а вы правы я не прав извиняюсь и позвали еврея чтобы он прочел это письмо еще раз 1 2 правы все дело в интонации знаете вот я занимаюсь еврейской музыкой достаточно долго за четверть века фактически еврейские музыканты так называемый клет мир и клет мир это клет мер на еврейте что означает музыкант значит использовали интенсионный строй музыки тех народов среди которого они жили я даже поразился я был на острове родос смотрю в ресторане играет тему с пластинки которые я недавно записал со своими ребят то есть она там греческой но все дело в интонации интонация делает эту музыку еврейский все дело в интонации в том как рассказать анекдот как сыграть эту музыку что вложить в этой интонации вот здесь очень интересный вопрос дело в том что столь и в силу отсутствие государственности то ли в силу ментальности изначальной крупных еврейских композиторов значительно меньше скажем чем русских немецких итальянских и французских значительно меньше вместе с тем евреи считается гениальными интерпретаторами то есть исполнителями на инструментах вот это интерпретация и она составляет предмет творчества потому что сама по себе интерпретации является со авторством того что человек интерпретирует что интерпретирует этнос это вообще типично вот для еврейской ментальности который проявляет в том числе и анекдотах и в музыке на близкие вещи мне так кажется давайте вот вероятно правы и интересно то что среди евреев бывают очень музыкальные люди но бывают и совершенно лишенные слуха полностью не только среди евреев не только среди евреев но среди евреев тоже встречается это явление да конечно но я замечал что те кто лишены слуха они особенно хорошо воспринимают литературу как неудивительно и поэзию и я здесь вижу какую-то закономерность еще не изучена склонности к тому или иному типу мышления это не с этносом связано мне кажется дело в том что вот вообще вся вербалистика словом передается ведь очень незначительная часть информации это вообще вопрос о способности человека воспринимать тот или иной объем информации музыка представляет тут математикой не поможешь но они с измеримы больше объема информации нежели чем слова скажем тот же поэт модель штамм который спорит что в нем больше от русского серебряного века или от еврея для него я полагаю там вот невыразимой печали открыла два огромных глаза цветочные проснулась ваза выплеснул свой хрусталь это попытка средствами слова уйти от слова куда значит пограничные значит вот неспособность воспринимать музыку на способность воспринимать литературу это способность воспринимать или не воспринимать тот или иной объем информации как мне кажется может быть но вы считаете как профессор вот что есть какие-то возможности блокировать то или те или иные информационное явление это заданность наследственное может быть кастовая может какая угодно и человек может ее не сознавать он может абсолютно не сознавать что не воспринимает ту или иную информацию вообще просто хотя я не согласен с тем что есть люди без слуха есть люди с не развитым слухом поскольку судьба мне дала возможность поработать музыкальной школе мне пришлось иметь дело с людьми у которых слуха казалось бы не было вообще а потом которые играли концерт бах интересно вернувшись к анекдотам скажите если какая-нибудь разница между людьми музыкально одаренными их восприятием анекдот в людьми которые музыкально не одаренные их восприятия нет есть музыкально одаренные люди которые совершенно не воспринимать еврейский анекдот вообще анекдоты для тех людей у которых все порядок в порядке с юмором это ведь еврейский анекдот это что это степень гибкости судьба учил евреев быть гибким потому что мягкие ткани они не ломаются не ломается а ломается как известно ткани жесткий анекдот представляет собой некую степень гибкости поэтому столь склонны евреи к анекдотам все-таки среди них больше людей воспринимающих его как известно я вообще полагаю что вот напрасно вот люди думают что много уважаемый мной господин жванецкий винокур или другие это артисты это не артисты это тип еврейского хохмача врожденный причем врожден я знал такого человека вот он работал когда я был в театре работал я в некоторое время работал еврейском театре у нас был кларнетист такой олег клигерман вот больше никогда не видим людей которые сочиняют анекдоты вроде анекдот есть а человека нет а вот он и был вот он и был вот он недавно мне звонил и рассыпал буквально я не он даже сначала записывал потом перестал он сыпал этими анекдот это вот врожденный тип вот такого хохмача кстати о слове хохма вот хохма все знают это как вот еврейское слово может быть даже детской что это как бы шутка но мало кто знает что хохма это это знание это ум мудрость хохма это мудрость вот смотрите у евреев слова хохма одновременно означает и мудрость и шутку мудрость шутки шутка в мудрости поэтому еврейский анекдот на самом деле перефразирует больше чем анекдот это больше но эта форма мышления конечно то сказать сегодня расскажешь и не покажешь в короткой беседе тем более что это может и утомить но если почитать в комплексе не полениться скажем прочитать 100 150 видно что это некая дискретная философия если угодно если с картину в целом на этой высокой ночи мы сегодня закончим нашу беседу спасибо большому отчасти научную отчасти фольклористскую и отчасти даже связанную с глубокими корнями юмора спасибо вам большое спасибо вам рад был с вами познакомиться в этом качестве спасибо 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 нашим зрителям сегодня мы заканчиваем нашу трансляцию в программе анекдоты ведущий студии юрий проскоряков нашим гостем был линзон виктор маркович до свидания а где ты посмотрите